Сейчас, наверное, я не знаю, вот большинство людей не воспринимают сектор энергетики как только сектор, в котором производят какие-то существенные изменения. С точки зрения консенсуса, лидером по всему инновационному, всему самому интересному, всему передовому является сектор информационных технологий, сектор биотехнологий и так далее и тому подобное. Консенсусное мнение состоит в том, что энергетика является тем сектором, в котором мало что меняется, и то, как он выглядит сегодня, не изменится через 50 лет. Вот так это или не так, мы попробуем ответить в течение сегодняшней лекции. Хочу сразу привлечь ваше внимание к подзаголовку сегодняшней лекции, что то, о чем мы будем говорить, это будет взглядом экономиста на сектор энергетики. По нескольким причинам. Причина номер один, что я не смогу вам слишком в больших деталях рассказать о том, что происходит с технической стороны, на технической стороне всех этих событий. Во-вторых, и это может быть более важно, что это не какие-то физические и технические инновации, не какие-то физические и технические изобретения, которые ведут к тем переменам, о которых мы будем сегодня говорить. Как, может быть, многие из вас знают, Альберт Эйнштейн получил свою Нобелевскую премию далеко не за теорию относительности. А за что он ее получил, кто знает? Он получил ее за описание фотоэффекта, то есть за описание физического явления, преобразование энергии света в электрическую энергию. Собственно, это ровно тот принцип, по которому функционируют солнечные панели, о которых мы сегодня будем говорить. И это как иллюстрация того, что физика явления, она не поменялась за последние сто с хвостиком лет. Или, скажем так, а уж тем более, то есть и понимание человека в физике этого явления не поменялось. А что именно поменялось за последнее время, мы обсудим немножко попозже. Сначала вам, как небольшая преамбула этой лекции, я попрошу вас продолжить вот такое высказывание Виктору Гюго, которое начинается словами «В мире нет ничего более могущественного, чем…» Вот что бы он мог иметь в виду? А имел в виду он следующее, чем идея, время которой пришло. И вот учитывая то, что я начал с того, что за сто лет понимание физики фотоэлектрического эффекта не изменилось, мы попытаемся понять за сегодня, пришло ли то время идеи возобновляемой энергетики, о которой мы будем говорить. Наверное, опять-таки преамбулы всего разговора будет разговор про технологии, которые являются, собственно, сутью многих изменений вокруг нас. Давайте посмотрим на историю, на долгосрочную историю и краткосрочную историю. Как вы знаете, каменный век закончился, на смену пришел бронзовый век. Почему наступил бронзовый век? Бронзовый век, то есть, вернее, скажем так, почему закончился каменный век? Есть хорошее высказание, что каменный век закончился не потому, что у нас закончились камни, а потому что появилась лучшая технология, позволяющая обрабатывать металлы, и камни, по крайней мере, в таком количестве оказались не нужны в жизнедеятельности человека. Это как пример того, что не ресурс определяет бытие человека, а технологии определяют то, что человек делает. Пример из более недавнего прошлого, из сектора транспорта. Транспортировка, основанная на лошадях и повозках, опять-таки канула в лету, примерно сто лет назад. Почему это произошло? Опять-таки не потому, что что случилось с лошадями или с повозками, а потому, что придумали лучшую технологию передвижения, основанную на двигателе внутреннего сгорания, собственно, на машинах, на которые мы все сегодня ездим. И пример совсем из недавнего прошлого. Это событие, которое произошло при жизни всех присутствующих здесь. Пленочная фотография. Помните, мы раньше фотографировали на пленку. Что случилось с пленочной фотографией? Пленочная фотография была заменена цифровой фотографией. Опять-таки не потому, что что случилось с химикатами, которые использовались для изготовления пленки. Кто знает судьбу компании Кодек, которая выпускала… Ну, кто не знает, она обанкротилась, потому что продукт оказался невостребованным. Ну, и вот вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить, это следующее. То есть является ли энергия тем сектором, в котором произойдет такой технический или технологический переход в каком-то обозримом будущем от энергии, от энергетики, построенной на ископаемых топливах, к энергетике, построенной на возобновляемых источниках топлива. Кратенько расскажу о содержании структуры, оставшейся части презентации. Сначала мы поговорим про те события, которые случились совсем недавно, и, собственно, те события, которые предопределяют какие-то перемены, которые, скорее всего, произойдут в секторе энергетики в обозримом будущем. Потом мы с вами произведем экономический анализ. Не забываем, что лекция называется «Взгляд экономиста», и на все явления, которые происходят, посмотрим глазами экономиста. Вам не обязательно быть экономистом, чтобы это понять. Я постараюсь это все на доступном языке объяснить. Потом мы поговорим про очень важный вопрос, по поводу которого нету консенсусного мнения. Это о скорости, с которой, как правило, происходят изменения в тех или иных отраслях. И, наконец, наверное, самая интересная часть, которую мы сегодня затронем, это последствия, собственно, что значат все эти изменения в секторе энергетики для экономики, то есть для жизни вокруг нас. Ну а начнем мы вот с этих самых некоторых фактов из новейшей истории развития возобновляемой энергетики. У нас, в принципе, если мы говорим про любой источник энергии, который претендует на то, чтобы заместить традиционные источники энергии, если мы говорим про такие кандидаты на замену, мы должны подумать о тех вещах. Мы должны посмотреть на потенциальный объем источника, который претендует на то, чтобы заместить текущие ресурсы. Мы должны посмотреть на технологию, с помощью которой эти ресурсы культивируются, если так можно сказать. И самое главное, мы должны посмотреть на себестоимость той технологии, которая претендует на то, чтобы заместить традиционные технологии. Начнем мы с оценки потенциальных запасов кандидатов на замещение традиционной энергетики. Вот здесь есть интересная картинка, на которой показаны вот эти два синеньких шарика здесь. Это их размер показывает потребление энергии глобальной экономикой в год. Синий шарик поменьше потребления сегодня, вернее в 2010 году. Синий шарик чуть побольше, это то, сколько ожидается мировая экономика будет потреблять через 35 лет, в 50-м году. Соответственно, много разных других источников, которые бросаются в глаза, но больше всего затмевает все остальное, является солнце и солнечная энергия. Если говорить в цифрах, то примерно за час солнце дает нашей земле столько энергии, сколько мировая экономика потребляет в год. То есть час в год. То есть в принципе мы говорим про потенциально неограниченный, с точки зрения разумных пределов, источник энергии. Еще хотел бы привлечь ваше внимание вот к этому зеленоватому шарику здесь. Это размер, его размер показывает капасити ветровой энергетики. И что очень важно, что несмотря на то, что он не такой большой, как размер солнечного шарика, в принципе он больше, чем то, что потребляет глобальная экономика. И по всей видимости в равновесии будет такая ситуация, что и солнце в какой-то пропорции, и ветер в какой-то пропорции будут скомбинированы вот в равновесии, к которому мы с какой-то скоростью перейдем. Говоря про технологии, ну, наверное, если я вам скажу, в принципе, что такое солнечная панель, я думаю, большинство из вас и так знают. И в принципе это вот ровно то, что я имел в виду, говоря, что с точки зрения технологии, с точки зрения физики явления, мало что поменялось за последние годы. Солнечные панели были известны, то есть как явление сто лет назад, как устройства солнечной панели были известны 50 лет назад. Они солнечные панели ставятся как на крышах домов, так и в больших индустриальных парках. Есть мнение, что большие индустриальные парки немного дешевле, чем ставить солнечные панели на крышах, но это мы обсуждать в деталях не будем. Ветер. То же самое. Ветровая энергия. Принципы ветровой энергетики известны давно. Чтобы понять, примерно оценить размер вот этих штучек, вот так выглядит человек по сравнению с современными, на фоне современных ветряков, современные ветряки становятся все больше и больше. Почему это так? Это важно. Одна из причин, что материалы, из которых строятся современные ветряки, становятся все легче и прочнее. Из более легких и прочных материалов можно строить все большие ветряки. Почему важно строить все большие ветряки? Потому что на более высоких высотах, извините за татологию, дует более сильный ветер, то есть там больше энергии. И ветер на более высоких высотах, он более консистент, он более устойчивый, чем ветер ближе к поверхности. Вот, собственно, в этом направлении все это движется. Но, как я сказал, вот этой картинкой не должна быть новостью для вас. И не это фокус нашего рассказа. А новостью, может быть, станет следующая картинка, а именно картинка посвящена анализу себестоимости технологий, про которую мы говорим. Собственно, конкретно эта картинка показывает себестоимость производства солнечной панели в расчете на, конкретно здесь, на ватт мощности. Что эта картинка напоминает? Эта картинка напоминает, может быть, многие из вас знают, закон Мура из компьютерной техники. Господин Мур подметил еще лет 40 или 50 назад, 50, по-моему, что, соответственно, в 50-е и 60-е годы скорость, с которой увеличивалась производительность процессоров, увеличилась вдвое примерно каждые два года. Потому что в два раза больше транзисторов можно было установить на квадратном дюйме поверхности. Он подметил закономерность 50-е годы, и в следующие 50 лет, собственно, эта закономерность была выполнена. Соответственно, себестоимость вычислений, себестоимость компьютеров, которые сегодня стоят у нас на столах и в наших карманах, лежат падла экспоненциально последние 50 лет. И вот эта картинка очень похожая. В принципе, вообще закон Мура характеризует развитие многих технологий, а не только технологию компьютерной технологии. За последние 40 лет себестоимость производства солнечной панели упала почти в 300 раз. Получается, на этой картинке, может быть, в 250 раз. С 76 долларов за ватт мощности до 30 центов. Но нам, может быть, немножко сложно понять, что такое 30 центов, так же, как что такое 76 центов. Поэтому гораздо правильнее на эти цифры смотреть через такую картинку. То есть смотреть на себестоимость солнечной панели через призму себестоимости электричества, которую она вырабатывает. И вот, собственно, что случилось за последние 30 лет, себестоимость, или подразумевая моя себестоимость электричества, за последние 30 лет сильно снизилась, отражая динамику предыдущего графика. И что самое важное, что мы вошли вот в эту зону, когда у нас оранжевая полоска во многих частях мира начала пересекаться с синей полоской. Синяя полоска – это то, сколько мы платим за электричество, которое есть в наших электросетях, собственно, в наших utility bills. Ситуация, когда две цены сравниваются, называется ситуацией паритета. То есть, по сути, это вот ровно та точка, в которой рациональный потребитель, рациональный агент в экономике становится безразличным между тем, чтобы покупать либо традиционное электричество, выработанное через сжигание ископаемых топлив, либо покупать новое электричество, выработанное другим образом. Я не могу обойти стороной разговор про транспорт, хотя про транспорт у нас будет отдельная лекция, как я уже говорил, но пару слайдов все-таки я скажу. Кто мне скажет, что изображено на этой картинке? Это машина Audi, правильно. То есть, даже быть более конкретным, это машина Audi A3. А в чем разница между машиной слева и машиной справа? Да, вот это правильная догадка. Одна машина традиционная, то есть машина слева, работает на бензине и, соответственно, оснащена бензинным двигателем. Машина справа – это гибридная машина, по-русски это еще называют иногда подзаряжаемый гибрид или продвинутый гибрид, то есть гибрид, который вы на ночь в своем гараже втыкаете в розетку. Что такое гибрид? Это, собственно, как из названия и следует, это машина, которая сочетает в себе как и двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель с маленькой батареей. Про экономику гибридов и электромобилей мы поговорим в следующий или через раз. Но одну вещь я скажу сейчас, чтобы вы понимали, в какую сторону движется возобновляемая технологии в транспорте. За прошлый год, то есть в 2015 году, продажи таких машин, то есть не конкретно Audi, а в принципе гибридов, увеличились на 80%. То есть это еще один пример того, где там пускай с низкой базы, но экспоненциально происходит замещение старого-новым. Причем, что важно подчеркнуть, что это происходит по экономическим причинам, а не по каким-то другим. Но опять-таки я скажу, что это будет тема отдельной лекции. Кто знает, что вот это такое? Да, это Tesla Model 3. Это машина, пример которой произошла когда? Позавчера. Если вы следите за деятельностью компании Tesla, почему Model 3 называется Model 3, кстати говоря? Третий шаг. Третий шаг. Да. Потому что, если вы знаете, они начали с того, что произвели спортивную машину, Tesla Roadster, которая вышла в 2008 году, которая была дорогой спортивной машиной, стоила больше, чем 100 тысяч долларов за машину. Второй моделью была модель S, то есть седан премиального класса, который стоил от 70 тысяч долларов за машину и который вышел в 2013 году. И наконец сегодня, то есть, собственно, вернее, позавчера, была анонсирована машина, ну, может быть, не канон-класса, это машина среднего класса, которая стоит 35 тысяч долларов, то есть в два раза меньше, чем Model S, и имеет пробег на зарядке батареи около 300 километров. То есть, в принципе, это модель, которая может для повседневного использования. Вот, собственно, модель 3. Завершая разговор про автомобили, я хотел вам показать один график интересный, почему это важно, что, возможно, происходит замещение традиционного автопарка гибридным автопарком и электрическим автопарком. Вот на этом графике показано на оси X это размер батареи, который стоит либо в гибриде, либо в электромобиле. По оси Y отложена пропорция, то есть часть пробега, которую данная модель делает на бензине. Соответственно, наши машины, на которых все мы ездим сегодня, они все лежат на вертикальной оси. То есть у наших традиционных машин батарейка встроенная имеет размер 0, и, соответственно, 100% пробега мы делаем на бензине. Другой экстрим на этом графике – это модель S, машинка, которая имеет пробег примерно 300 миль или 500 миль, или 500 километров на размер батареи встроенной. Ну и, соответственно, 100% пробега она делает только на электричестве. А посерединке находятся разнообразные гибриды. Но вот конкретно А3, который я вам показывал, это вот эта точечка. Гибриды, которые выходят в этом рынке, они потихонечку сползают направо на этой картинке. Я одну вещь хотел подчеркнуть здесь, что я не знаю, что в следующие 10 лет, например, окажется более экономически выгодным владеть гибридом или владеть электрическим автомобилем. Но важно, что в любом случае мы, говоря про потребление нефти на единицу автопарка, мы говорим либо про падение со 100 единиц до 0, до 0 единиц, либо мы говорим, например, если мы берем за такой статус-кво гибридный Шералье Вольт, который выходит в этом году, которое только 20% пробега делает на бензине. Соответственно, если будущее на 10 лет ближайшее останется за гибридами, то падение потребления нефти будет со 100 единиц до 20 единиц. Почему этот слайд называется правило 80-20 в действии? Кто знает, что такое правило 80-20? Паре это правило, да. То есть у него очень много обличия это правило, ситуация, в которой 20% усилий генерирует нам 8% результата. И так далее, и так далее. Как оно применяется к этой картинке? Если мы посмотрим, например, на Шералье Вольт гибрид, то эта машинка, у которой размер батареи хватает на 50 километров пробега или 50 миль в этой ситуации, то есть это примерно 1,5, это примерно 20% от большой батареи Тесла. И вот этих, этой 1,5, этих 20% хватает, чтобы в 5 раз сократить потребление нефти, то есть бензина в расчете на одну машинку. Мне казалось, это очень интересная аналогия. На этом мы разговор про автотранспорт завершим в рамках этой лекции. И перейдем к экономическому анализу. Начнем с короткого интенсивного курса по микроэкономике. Большинство экономистов, собственно анализируя любой товар, любой продукт, для цели нашей лекции это товар, этот продукт, это будет энергетика или нефть, более конкретно, если хотите. Но в принципе это не так важно. Мы говорим про любой продукт. Экономисты считают, что равновесие на любом рынке, то есть точка Е, точка эквилибриум, это точка, в которой там есть какой-то объем у рынка, в терминах штук, есть цена у рынка, монетарная, является пересечением кривых спроса, кривых предложения. Кривая предложения, это черная кривая на этой картинке, она возрастающая функция по цене, потому что чем больше цена, тем больше производители готовы по такой цене поставить какое-то количество продукции. Кривая спроса, это убывающая функция по цене, потому что чем меньше цена, тем больше людей готовы купить количество штук продукции. продукции. На пересечении случается равновесие. Через динамику этих кривых и кривое предложение, и кривой спроса определяется собственно динамика того, что происходит на рынке в режиме реального времени. Вот сейчас мы посмотрим на новейшую историю, то есть на историю 21 века, на примере цены, то есть рынка нефти и объемов и цены на нефть. Что происходило? Синяя кривая, да, вот из пунктирчиков к сплошной линии двигалась направо. То есть при каждой цене спрос увеличивался. Почему это происходило? Потому что глобальная экономика растет, чемпионом 21 века из больших стран, если говорить, был Китай, ну и в принципе остается до сих пор Китай, существенно увеличивая суммарный спрос на нефть. Соответственно, синяя кривая едет направо. Что происходит с черной кривой, то есть с кривой предложения, считается, что всю легкую нефть мы уже добыли. Каждый следующий баррель, который мы добываем, он все более и более тяжелый. То есть я имею ввиду, что мест, где мы копнули лопатой в песок и бьет нефть, не осталось. А места, которые остаются, это какой-то офшорный шельф, где нужно строить большие офшорные платформы, которые стоят много денег, соответственно, себестоимость нефти произведена там, увеличивается. Таким образом, вот левый кусочек кривой дешевого нефти смещается, уходит, и вся кривая черненько смещается налево. Если синяя кривая едет направо, а черная кривая едет налево, то что происходит с равновесием, где они пересекаются? Ну вот собственно точка Е, она сдвигается в точку Е штрих, объем рынка потихонечку увеличивается, и еще больше увеличивается цена. Это ровно та ситуация, в которой мы жили, собственно, весь 21 век. Где на этой картинке находятся возобновляемые источники энергии? Возобновляемые источники энергии на этой картинке находятся вот здесь. Зеленый кусочек после черного кусочка кривой предложения. Или вернее, правильно сказать, это то, где возобновляемые источники энергии находились долгое время на кривой предложения. То, что они находились справа, наверху, означает, что они были дорогими, себестоимость была выше, чем себестоимость производства традиционной энергетики. И вот с этой картиной, в принципе, мало кто спорит. То есть это не является каким-то откровением этой картины. С тем, что возобновляемые энергетики находятся там согласные традиционные производители. И более того, у них даже есть своя картина того, как мир должен был развиваться или, может быть, что-то будет развиваться вот там в следующие сколько-то лет или десятилетий. Вот традиционные производители видят картину таким образом. Синяя кривая, то есть кривая спроса, движимая Китаем или вообще глобальной экономикой, продолжает двигаться направо. Ну, собственно, как и было там слайд назад. Черная кривая, ровно по тем же причинам, что у нас все меньше и меньше остается дешевой нефти, все больше и больше мы используем дорогую нефть. Черная кривая едет налево. И вот, наконец, это на этом встречном движении напротив друг друга, когда-нибудь мы дойдем до того, что вот эта вот точка Е, пересечения, которая стала Е-штрих здесь, в итоге когда-нибудь станет точкой Е-штриха здесь. То есть когда-нибудь в возрастном будущем, 10, 20, 30, 50 лет, различные традиционные производители там имеют разный взгляд. Как правило, до 2050 года, до 2100 года у них в голове. Вот, наконец-то, мы настолько истощим свои дешевые ископаемые ресурсы, что, наконец-то, возобновляемая энергетика, станет экономически оправданной. Вот эта картина традиционных производителей. Вот, вы предвосхитили мой следующий слайд. А теперь посмотрим, что происходит в реальности. В реальности происходит вот то, что происходит. Что вот кусочек зелененький, который был справа наверху, это не картина по состоянию на сегодня. Это, по сути, картина по состоянию на там уже какое-то отдаленное, ну не отдаленное прошлое, на прошлое там 10-летней давности. Отдаленное прошлое стало прошлым, прошлое стало сегодняшним днем. И сегодня мы находимся вот в этой точке, которую я, по сути, на каком-то там предыдущем слайде назвал словами паритет с текущими технологиями. Что будет происходить завтра? И что очень важно, что пока зеленый кусочек был справа наверху, в пересечении черной кривой и синей кривой он не участвовал. То есть на ценообразование на рынке, на объем, собственно, самого рынка у нас зеленый кусочек не влиял. И это всех устраивало, по крайней мере, традиционных производителей. Но вот сегодня, когда паритет достигнут, вот картинка, которая изображена здесь, это точка, в которой это меняется. А меняется конкретно, если быть в следующую сторону. То есть движение от сегодня к завтрашнему дню, это еще большее опускание зеленого кусочка вниз. И это означает, что вот эти традиционные производители, которые здесь уже обозначены пунктирчиком, они просто уступают ценовую конкуренцию, нормальную ценовую конкуренцию на нормальном рынке за потребителя, возобновляемые источники энергии. И, соответственно, что с ними происходит? Вот, собственно, их судьба отражена по этой стрелочке. То есть они, оказывается, не нужны исключительно по экономическим, а не каким-то геополитическим соображениям. С какой скоростью может происходить выкидывание вот этого кусочка и, соответственно, замещение его на вот этот зелененький кусочек? Как, может быть, вы можете догадаться, здесь мнения есть очень разные. Цитата номер один от господина Илона Маска. В 2013 году, то есть три года назад, или два с половиной, он сказал, что солнечная энергия станет основным источником энергии в течение 20 лет. То есть по состоянию на сегодня это уже через 17 лет, его мнение. Это одно полярное мнение. Другое полярное мнение – это мнение гендиректора компании Exxon, ExxonMobil, крупнейшая нефтедобывающая компания в мире. На сегодняшний момент времени, я позволю себе прочитать, что он сказал, мы увидим очень быстрые перемены. Производство солнечной энергии, вероятно, увеличится более чем в 20 раз к 40-му году. И тем не менее, даже с таким амбициозным темпом, солнечная энергия будет составлять не более чем 2% от глобальной генерации электричества. Сказано в то же время, совершенно другой взгляд на будущее. Но можно сказать, может быть, здесь только что к моменту, когда он это говорил, в принципе, он уже был неправ, потому что даже в 2013 году солнечная энергия была больше чем 2%. Да, да, то есть это абсолютно люди, от которых мы ожидаем, что они могли бы сказать, ровно это и сказали. Да, абсолютно интуиция нас здесь не подводит. Интересно посмотреть на историю, на то, какие изменения в секторе энергетики проходили за последние 200 лет. И вот я насчитал две революции, если можно так сказать, два больших замещения, которые происходили в секторе энергетики. Примерно 150 лет назад, это вот здесь, это где бордовый кусочек замещает красный или темно-оранжевый на этой картинке. Это было время, когда закончилась эпоха дров, то есть дерево, дров, как источник энергии основного, началась эпоха угля, как основного источника энергии. И вот здесь хотелось бы привлечь ваше внимание ко скорости, с которой произошла эта замена, вот, собственно, от этой точки. То есть там начало изменений, вот до этой точки, когда изменения фактически были завершены, прошло около 50 лет. И это было 150 лет назад. А 100 лет назад началась другая революция, когда вчерашний победитель, уголь, в свою очередь, был потеснен с позиции ведущего источника энергии, чем, ну, собственно, нефтью и газом. Это происходило вот от этой точки до этой точки, где-то так. И примерно та же картина, то есть основная часть пути, там, с нулевых уровней, там, почти до 80% проникновения, была пройдена примерно за 50 лет. Вот здесь интересно отметить, что, и посмотрите, скорость этого замещения, скорость этого процесса отражает наклон вот этих вот линий. А теперь посмотрим на то, где мы находимся сегодня. Сегодня мы находимся, ну, где-то здесь, да, немножко провечен 2012 год. И вот дальше этих линий, вот сюда, да, отображены консенсусные прогнозы, ну, каких-то инвестиционных банков и всяких там энергетических фингтенков. Интересно, что вот скорость, с которой эти организации предполагают, будут происходить замещения, то есть наклон вот этих вот кривых, в свою очередь, он более пологий, чем то, что говорит нам история. То есть с какой-то точки зрения текущие аналитики, они более консервативны, чем то, что нам говорит исторический опыт. Это не значит, что исторический опыт обязательно должен прям один в один повториться сейчас, но это скорее правило, чем исключение, что такие технологические замещения, они долго-долго-долго, там предпосылки к ним накапливаются, но накопившись и став целесообразными, у нас происходит вот такой вот бум здесь и бум здесь. А теперь, собственно, последствия, что замещение традиционных источников новыми источниками будет значить или может значить для всех нас. Мы поговорим про макроэкономические значения этого замещения, мы поговорим про микроэкономическое значение этих замещений, а также поговорим про эффекты второго порядка, что может быть самое интересное во всей этой истории. Начнем с макро. На этой картинке агентство Bloomberg показывает, что произошло. Ну, фактически это уже случилось. То есть год назад или два года назад это было неким прогнозом, что будет, если цена нефти падет со 100 долларов до 50 долларов. Они сделали абстрактный расчет, вот, собственно, это падение случилось. И это показывает суммы, которые лишились одни страны или выиграли другие страны, вот, при таком падении цены на нефть. Единственное, что я хочу, чтобы вы вынесли из этой картинки, ну, то есть понятно, кто находится на стороне проигравших, чисто в финансовом плане, страна ОПЕК, Россия, некоторые страны западного мира, Канада, Норвегия, кто находится в числе выигравших, ну, естественно, страны, которые импортируют энергию. Европа, Америка. И из этой картинки нужно помнить, ну, Азия, конечно. Из этой картинки нужно помнить, что мы говорим про десятки, сотни миллиардов долларов в год. То есть рынок энергии, конкретно рынок нефти, это самый большой рынок в мире, в глобальном мире, который есть. Вернемся к нашим картинкам из микроэкономики. Мало того, что пересечение кривой спроса и кривого предложения определяет точку равновесия на рынке. Собственно, этим равновесием является цена П и объем рынка В. Вот прямоугольничек О, П, Е, В, размер этого прямоугольника, площадь прямоугольника показывает размер рынка, то есть суммарный объем рынка. И вот этот объем рынка можно условно, хотя в принципе не условно, разбить на ее составляющие. Это собственно себестоимость той нефти или того продукта, который была произведена. Это серенький треугольничек здесь, кривлений треугольник. И все, что находится выше кривой предложения, это именно рента, которая зарабатывает, то есть доходы сверх нормальных расходов для производителей. И вот геометрия этой картинки устроена таким образом, что чем круче вот правый кусочек, это черно-кривое предложение забирается наверх в районе собственно ценообразования, тем большую пропорцию, тем большую долю рента составляет в общем пироге. Если у нас такая картинка постепенно меняется на такую картинку, которую мы видели несколько слайдов назад, то вот собственно этот крутой кусочек, который стал у нас пунктирчиками, он уходит, мы показали куда он уходит. И что очень важно, что относительная важность ренты versus себестоимости, она меняется в сторону себестоимости. То есть такая компонента, как рента, то есть неоправданные доходы, может быть можно назвать, вот с такой динамикой, становится все менее и менее значимой чертой рынка энергетики. Если говорить в словах, то давайте мы перечислим, что происходит на макроуровне. Сначала поговорим про финансы. Вот то, что было показано здесь, на этой картинке, по сути это счет текущих операций различных стран-производителей или потребителей нефти. Что такое счет текущих операций? По сути это превышение экспорта над импортом, если не вдаваться в подробности. Соответственно одно из главных следствий, перемены, о которых мы говорим, на макроуровне, на финансовом уровне, это будет, что страны, которые на сегодняшний момент времени, или может быть на вчерашний, на позавчерашний момент времени, они имели профицит счета текущих операций, соответственно это профицит под угрозой. И наоборот страны, которые, ну там Россия, например, то, что ближе нам к сердцу, то, что страны, которые имели дефицит счета текущих операций, особенно энергетический дефицит, Турции, например, у них риски на позитивной стороне. Непосредственно со счетом текущей операции связаны валютные курсы, про чем я говорю как про валюты, которые находятся в свободном плавании, как рубль с некоторых пор, также и про валюты, которые сегодня считаются номинально привязаны к американскому доллару, как многие валюты стран ближневосточных. По сути валютные курсы для всех таких стран являются функцией цены на нефть. Что, собственно, наш последний год или полгода подтвердило, если посмотреть на историю рубля за последний год. Может быть, менее очевидное следствие – это, возможно, политические импликации. Презентация, в принципе, не о политике. И дальше я не буду говорить о политике, но вот здесь скажу. Я не знаю, согласны вы или не согласны с Карлом Марксом, который сказал, что бытие определяет сознание. Но вот в экономико-политической сфере, наверное, это, скорее всего, так. И если перефразировать Маркса для наших целей, то можно сказать, что экономическое бытие, то есть экономические реалии определяют политическое сознание или создают определенный запрос на политику определенного свойства. И замечание, которое мне хотелось здесь сделать, что рентные экономики, то есть на голову падают нефтедоллары, не совсем оправданные, случайные и так далее, и нерентные экономики, они создают разный запрос на политическое окружение в той или иной стране. К этому, может быть, мы еще вернемся на одном слайде. Ну и, наконец, на уровне экономики. Если Россия не будет производить нефть и быть этим известна на международном рынке, чем она будет известна? Ну, это, наверное, вопрос, на который в данный момент времени вот знак опроса можно поставить, а ответы на него дать сложнее, но здесь нужно сильно расстраиваться, слишком сильно расстраиваться, потому что со времен Адама Смита опять-таки еще известно, что у каждой стороны в любой ситуации есть comparative advantage в чем-то, то есть относительное преимущество в чем-то. Есть на эту тему популярная история, которую обычно рассказывают на курсах экономики, когда хотят проиллюстрировать пример comparative advantage. Если есть хирург, есть секретарша у хирурга. Понятно, что хирург лучше оперирует, чем секретарша, собственно, потому он и хирург. Но, в принципе, можно себе представить ситуацию, в которой хирург и печатает быстрее, чем секретарша. Такое тоже бывает. Что это означает? Что должен ли в равновесии хирург и печатать, и делать операции? Нет. То есть мы сейчас говорим про пример, в котором абсолютное преимущество на двух рынках. Есть у одного и того же человека и в оперировании, и в печатании на машинке. Но относительное преимущество, то есть относительно других агентов в этой ситуации, у хирурга будет в оперировании, у секретарша будет в печатании на машинке. Соответственно, со времен Адама Смита известно, что именно относительное преимущество определяет роли экономических агентов на рынках, и поэтому хирург будет оперировать, секретарша будет в печатании на машинке. Но в чем именно у России или у какой-то другой страны, которая сегодня вовлеченность, встроенность в международную экономику определяется через рынок энергетики, в чем именно будет встроенность, относительное преимущество через какое-то обозримое будущее, не знаю. То есть экономика сама расставит все на свои места. На уровне микроэкономики. Довольно просто, как мне кажется, определить проигравших во всех этих изменениях, про которые мы говорим. Кто такие проигравшие? Это, собственно, традиционные производители нефти, традиционные производители газа и производители электричества, которые производят электричество, из ископаемых топливов. Они, собственно, перед собой видят или увидят в следующие 10-20 лет структурно сжимающийся рынок. Причем я хочу обратить ваше внимание, что мы сейчас говорим не только про цену продукта, которая будет падать для них, как мы видели. Ладно, я не буду крутить назад. Потому что если бы это было только так, можно было сказать, ну окей, цена нефти уже упала со 100 долларов до 40 долларов. То есть все самое страшное позади. То есть мы достигли некого дна. Это не совсем так. Во-первых, даже по поводу цены я не уверен, потому что, если вы вспомните, в 21 век мы входили с какой ценой? Кто-нибудь помнит, кстати, порядок цены, в который мы входили? 20 долларов. Да, 20 долларов. Так что еще не факт, что мы достигли дна. Но что более важно, что вопрос не только в цене, а вопрос в объемах рынка. И если сейчас вся дискуссия прикована к дискуссии о sustainable oil price, то есть на каком уровне нефть достигнет дна или на каком уровне стабилизируется, никто не говорит о том, что под гораздо большим вопросом может быть объем рынка нефти, нежели чем цена на нефть. И это, я думаю, об этом люди будут больше и больше задумываться в следующие 10 лет. То есть начиная с сегодняшнего момента и в будущее. Если традиционные производители находятся в явном невыигрышном положении, можно предположить, что, соответственно, их counter-party, то есть их игроки и сектор новой энергетики будут вот теми самыми выигрышными сторонами. Первое, что приходит в голову. Но я бы предостерег вас против такого, может быть, скоропалительного заключения по следующим причинам. Экономика новой энергетики, про которую мы говорим, она имеет черты технологической индустрии. Что именно я имею в виду? Во-первых, это большинство технологических индустрий, они структурно-дефляционны. То есть продукт, который они производят, постоянно дешевеет в цене. Почему это так? Потому что, собственно, действует тот же самый закон Мура, потому что не дремлют конкуренты и делают ваш рынок, то есть продукт вашего рынка все более и более дешевым на протяжении из года в год, как тренд. Оперировать на рынке, на котором продукт постоянно дешевеет, это совсем не то же самое окружение, чем в котором мы жили первую часть 21 века, когда цена на нее шла только вверх. Оказалось, что потолок наш в предел. Что делают компании, которые находятся в технологических индустриях и в дефляционном окружении, такие как Samsung, например, или Apple и так далее. Они пытаются каким-то образом дифференцировать свой продукт, сказать, что мы производим телефон Apple и ни у кого другого производителя такого качества продукта нет. То есть это брендирование продукта и попытка донести до пользователя, до клиента, что мы единственный производитель такого устройства. Если мы говорим про энергетику, то повесить, навесить бренд на электричество, которое мы потребляем, очень сложно. Брендирование электричества – это не про эту индустрию. И это вот некая черта этого рынка. Этого рынка каким он становится. Ну вот про бренды я уже сказал, что если там компании, которые производят гаджеты, чтобы каким-то образом побороть это окружение из первого двух пунктов, пытаются защитить свою прибыль, защитить свою маржу через навешивание бренда на свою продукцию, то навесить бренд на электричество, мне кажется, не представляется возможным. И в завершение, наконец-то, здесь можно сказать, что технологии постоянно меняются. Если вы на сегодня выпускаете лучшую солнечную панель, у которой эффективность, скажем, 20%, то есть конвертации потока фотонов в поток электронов, то совсем не факт, что это будет не ваш конкурент, кто завтра или послезавтра выпустит панели с коэффициентом конвертации 22%. И, собственно, отнимет у вас весь рынок. Из всего этого делаю я вывод, что инвесторам в новую энергетику быть не совсем так хорошо, как, может быть, можно подумать после первого пункта, когда мы сказали, что традиционные производители однозначно проигрывают, так вот и новые производители неоднозначно выигрывают. Возникает вопрос, если традиционные производители проигрывают, а новые производители не факт, что выигрывают. Кто же выигрывает во всей этой ситуации? Потребитель, конечно, потому что все в итоге упирается в нас с вами, то есть людей, которые потребляют эту энергию, и победителем этой гонки является потребитель. Причем я скажу, что это не какая-то уникальная черта именно рынка энергетики. Я бы сказал, что это, в принципе, общая черта инновационных рынков и инновационных замещений одних индустрий другими, что выиграл потребитель. Одну историю, может быть, здесь стоит рассказать. Вернемся на сто лет назад. Что было хай-теком сто лет назад и что было стартапами сто лет назад? Давайте вернемся в Америку, потому что наша страна сто лет назад была занята немножко другими событиями. Что было в Америке стартапами и хай-теком сто лет назад? Нет, сто лет назад еще войны. Но после той войны, которая была сто лет назад, телевизоров еще не было. Машины, да. А вот, собственно, хай-тек и стартапы столетней давности – это, собственно, автопром. Знаете, сколько было стартапов в Америке в секторе автопром, вот, собственно, сто лет назад? Вот даже больше тысячи. То есть от тысячи до двух тысяч, там точную цифру не скажу, но порядок примерно понятен. Какой, собственно, какова судьба 99% этих стартапов? Ну, не завидно, да. То есть судьба печальная. То есть кто-то оказался Фордом и Дженерал Моторс. Сейчас, или это одно и то же? Нет, не одно и то же. Ну, то есть кто-то, может быть, с кем-то слился, объединился. Вот это вот счастливый 1%, 99% судьба не завидно. Это все, это как иллюстрация к тому, что вот судьба инвесторов в новой технологии – это большой знак опроса. И то, что победители – это мы с вами. Наконец, мы поговорим про, мы поговорили про макроэкономические последствия потенциальных перемен, поговорили про микро-последствия на уровне индивидов и компаний. А сейчас поговорим про эффекты второго порядка, или то, что я назвал эффектами второго порядка. И это, может быть, то, что не самые очевидные следствия из событий в секторе энергетики. Что я имею в виду? Есть некоторые технологии в мире, которые на сегодняшнее время известны. Что она, технология, то есть физика явления известна, технология известна. Но для того, чтобы она работала, одним из инпутов является, собственно, наличие и доступность, то есть дешевизна энергии, чтобы процесс работал. И в тех ситуациях, когда доступ к энергии и стоимость энергии является узким местом, собственно, все это вместе не работает. То есть в ситуациях, в которых энергия является узким местом, эти проблемы не решаются. Если мы решаем проблему с энергетикой, то есть с доступом к энергии и с себестоимостью энергии, то эти проблемы автоматически, как побочный эффект событий в энергетике, тоже решаются. Я, может быть, сейчас немножко абстрактно об этом говорю, поэтому такие вещи лучше на примерах показывать. Вот пример номер один, собственно, опреснение воды. Вот есть люди, которые считают, что у человечества скоро закончится питьевая вода, и есть люди, которые скупают подземные озера с пресной водой, потому что считают, что пресная вода — это золото 21 века и так далее. А теперь, собственно, пример эффекта второго порядка. Есть технологии по опреснению соленой воды. Соленая вода, как вы знаете, занимает… То есть две трети поверхности планеты покрыты соленой водой. В общем, проблем с соленой водой в мире нет. Есть технология по опреснению соленой воды. Она мало того, что есть на бумаге, она есть реализованная в граните, то, что называется. Но узким местом этой технологии является именно доступ к энергетике. То есть если энергия стоит дорого, то, собственно, сам процесс опреснения воды является довольно дорогим. И если же мы предположим, что процесс с доступом к энергии и ее стоимостью мы решили, или мы знаем, в каком направлении он двигается, то, соответственно, достаточность пресной воды в обозримом будущем просто не является проблемой, которая стоит человечеству заботиться. Еще более живой пример. Кто знает о том, что такое мальтузианство? Да, можно сказать, что в какой-то степени Мальтуз был… Это английский ученый, экономист и демограф 19 века. В какой-то степени это, может быть, был одним из первых, как это называется, антиутопистов в истории. И что он говорил? Он сделал простое наблюдение, что население планеты увеличивается, соответственно, количество еды, которую нужно прокормить население, увеличивается, а размер пахотных площадей является константой. Если одна функция является константой, а другая постоянно увеличивается, то за обозримое будущее произойдет пересечение одной кривой с другой, и наступит голод. Вот, собственно, это мир по Мальтузу, довольно-таки антиутопичный. Но на выручку приходят технологии, как обычно бывает. Смотрите, мы, по сути, большую часть лекций говорили про углеводороды и про то, что проблема с доступом и дефицит и стоимость углеводородов, она может быть решена за счет солнца. Углеводороды — это то, что мы заливаем в бак наших автомобилей. Углеводы — это то, что мы заливаем в себя. И углеводы и углеводороды, они не зря созвучны, потому что, собственно, с точки зрения химических соединений, то есть не самих соединений, а составных частей и тех или тех молекул, это и там, и там углеводы, углерод и водород. И есть надежда, что, может быть, если мы разобрались, как нам быть с углеводородами и как нам заместить углеводороды, может быть, ровно так же можно придумать что-то с замещением углеводов, если вдруг мы беспокоимся о голоде, как о потенциальном вызове 21 века. И, собственно, все уже было сделано. Вот здесь вам схематично показана технология по выращиванию, по сути, выращиванию гамбургера в пробирке. Это то, чем занимается Google, и, в принципе, этим занимается, мне кажется, много кто. Как устроена технология? Берутся стволовые клетки из какого-то животного материала, эти стволовые клетки выращиваются в лаборатории, там проходит какое-то количество времени, получается на выходе гамбургер, и люди, эксперты, кулинары говорят, что на вкус он неотличим от настоящего. Вот в какой-то степени это иллюстрация того, почему я вот на этом слайде был довольно негативно настроен к компаниям из новой индустрии, что мы не знаем, кто именно будет победителем. Мы знаем, что направление, в котором движется процесс, мы знаем, что вот эти товарищи однозначно выиграют, но какая именно технология из сотен или тысяч стартапов в итоге окажется победителем, мы не знаем. И вот ваш пример ровно об этом. Здесь мне хотелось бы, может, последнюю вещь подчеркнуть, что процесс, про который мы говорим, он довольно энергоемкий. То есть да, он потребляет в два раза меньше энергии, чем традиционное выращивание мяса, но все равно там какое-то количество энергии нужно, чтобы преобразовать энергию из того вида, в котором мы не можем ее употреблять, и привести ее в тот вид, в котором мы можем ее употреблять. И вот в какой-то степени доступ к энергии является примером того самого узкого места, про которое я говорил. Ну, и мы знаем теперь, как с этим узким местом бороться. Поэтому если это узкое место поборота, то о голоде нам беспокоиться тоже не стоит в 21 веке. Наконец, может быть, таких эффектов второго порядка можно много приводить. Я далеко не все исчерпал, и там огромное количество этих эффектов второго порядка, про которые я просто не знаю. Ну, просто, может быть, парочку еще хотел привлечь ваше внимание. Строительство, как будет выглядеть строительство в будущем. Возможно, это будет комбинация 3D-печати зданий и сооружений. Что для этого нужно? Нужна технология по 3D-печати, которая уже есть. И нужно много энергии. Технология есть, энергия, вроде бы мы с ней разобрались. Производство вообще. Что нужно для производства на следующем витке развития производства? Промышленные роботы. То есть роботизация промышленной цепочки. Что уже происходит? То есть нужны технологии. И нужна энергия, которая будет питать производственную цепочку. И то, и другое, мы знаем, в каком направлении движется. Наконец, в заключение я хотел, может быть, в какой-то степени саммари подвести нашей дискуссии. Вот все ресурсы, которые есть вокруг нас, они ресурсы двух типов. Это ограниченные ресурсы и неограниченные ресурсы. Ограниченные ресурсы – это то, о чем мы говорим больше всего, потому что их мало, а нас много. Это всегда вызывает разговоры. Примером таких ресурсов является золото, минералы, вот, собственно, энергия, про которую мы говорили сегодня весь час. Вот, примерами неограниченных ресурсов являются воздух и вода. О них говорят обычно меньше, потому что, когда чего-то много, оно бесплатно, это воспринимается как что-то само собой разумеющееся, и, собственно, люди об этом много не говорят. Специфической или отличительной чертой у двух типов ресурсов является то, что первая группа ресурсов, они, мало того, что неограниченные, они, как правило, бывают еще и сконцентрированными в нескольких местах, а не вместо того, чтобы быть повсеместными. То есть поэтому возникает неравномерное распределение ресурсной ренты, про которую мы сегодня говорили. Напротив, повсеместные ресурсы, то есть неограниченные ресурсы, как правило, являются повсеместными, как воздух, ну и в основном вода, то есть люди по всему миру имеют какую-то воду, чтобы ее пить, ну, не говоря про воздух. Экономика, которая построена вокруг ограниченных ресурсов и неограниченных ресурсов, имеет принципиально разные характеристики. Вот про экономику, которая построена, про особенности экономики, которая построена вокруг сектора энергетики, мы сегодня, собственно, уже говорили. Это экономика ренты. Что такое экономика ренты? Это экономика, в которой ограниченность ресурса приводит к высоким прибылям, или к прибылям выше, чем в среднем, и эта рента, эти выше среднего прибыли распределяются между обладателем ресурса, как правило, это государство, и оперирующей компанией. В случае неограниченных ресурсов все установлено совсем по-другому. Ну, во-первых, нужно, важную вещь сказать, что если ресурс бесплатен, если он бесконечен, это не значит, что невозможна экономика вокруг этого ресурса. Вот, собственно, примерами таких экономик являются, не знаю, то есть какую экономику можно выстроить вокруг воздуха? Вокруг воздуха можно выстроить экономику производства кондиционеров. Собственно, сектор кондиционеров, то есть индустрия кондиционеров, она существует и замечательно работает. Или там другой пример, коммунальные компании, которые занимаются поставкой воды в наши дома. Правда, есть большая разница между компаниями вот такого типа, как мы сейчас поговорили, и компаниями, которые оперируют в рентных экономиках, потому что на индустрии кондиционеров глобальную геополитическую державу не выстроишь. В отличие от некоторых людей, которые считают, что глобальные энергетические державы – это некий тип встроенности в мировую экономику. Чертами экономики вот здесь является то, что среда, в которой оперируют компания, является конкурентной или регулируемой, ну и никакой ренты в помине в таких экономиках не бывает. Компании зарабатывают нормальную прибыль, нормальный возвратный капитал. Ну и, конечно, второй раз, когда я упомяну политику, что, естественно, вот такого типа экономики, имеющие дело с ограниченными ресурсами, они вращаются в крайне политизированных средах, в то время как, когда мы говорим про такого типа ресурсов, такого типа компании, как правило, политика здесь совершенно не вовлечена. парадигма, если одним словом описывать левую колонку и правую колонку, то это будет дефицит ресурса ограниченного, который всем нужен. И одним словом, если описывать ситуацию в правой колонке, это изобилие. Ну и, наконец, вот то, что сегодня мы обсуждали всю лекцию, мне кажется, можно вот таким вопросом сформулировать. Это как, стоит ли нам ждать того, что у нас энергия как ресурс переместится из левой колонки вправо. И если это произойдет, то, возможно, мы находимся на пути вот к такому будущему. Это последний слайд. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Когда рассматривали перспективы солнечной энергетики, насколько я понял, вы считаете, что солнечная энергетика и, в принципе, альтернативные источники, они могут заместить энергетику традиционно, основанную на ископаемых, на гидроресурсах. Вы просто сознательно исключили физические ограничения на использование ее или просто… Ну, смотря про физические ограничения вы говорите. Ну, в частности, есть такое понятие, как суточные пики, есть пики годовые потребления, и солнечная энергетика, она в противофазе находится с основными вот этими пиками. Я позволю себе дополнить вопрос. То есть даже будет интересно, вот если вы посмотрите общую капасити, которая у нас сейчас есть по альтернативным источникам, то есть можно посмотреть по двум моментам. То есть вот по biofuel, то есть если мы засеем всю землю корном, сколько мы сможем снять с этого, или, например, на всю землю мы покроем нашими футовольтейками, сколько мы получим, и будет ли этого достаточно для того, чтобы sustainable energy как бы у нас иметь. Очень интересный такой момент. Вот вы в начале презентации показали о том, какой будет потребляемая, какой будет необходимая энергия на 2030-2040 год. То есть если мы говорим о том, что у нас население будет увеличиваться где-то порядка до 12 миллиардов людей, плюс к этому у нас ВВП будет расти пропорционально даже с большей скоростью, то, соответственно, мне очень непонятно, почему вы показываете приблизительно такой же размер шарика по потребляемой энергии. И, соответственно, исходя из этих двух моментов, возникает вопрос, каким образом так радикально и быстро изменить инфраструктуру и обеспечить необходимую энергию для того количества населения и потребностей в этой энергии. Спасибо. Здесь, наверное, много вопросов в одном, они все в одной парадигме, поэтому я постараюсь начать отвечать, я, возможно, на что-то забуду ответить, поэтому вы мне напомните, ладно? Смотрите, вот этот проект, этот projection, то есть это предположение не мое, это International Landry Agency. Это я не к тому, что я на них хочу свалить что-то, а к тому, что там, допустим, они неправы, допустим, они существенно недооценили спрос на электроэнергию или просто на энергетику через 40 лет, через 34 года. Хорошо, пускай этот шарик будет в два раза больше. Но ключевая цифра здесь, да, это то, что размер этого желтого шарика, он в тысячу раз больше, чем размер синего шарика. Это, может быть, не видно вот здесь, я боюсь, что картинка здесь не в масштабе, но, в принципе, мальтипл тысячу. И, допустим, если вот этот вот синий шарик 50-го года, он недооценен даже в два раза, ну, хорошо, мальтипл будет не тысячу раз, а пятьсот раз. То есть вот размер этого второго синего шарика не является каким-то определяющим фактором для того, чтобы сделать выводы, которые были. Потом, сейчас, еще я услышал, спрашивали про то, что, сейчас я к вашему вопросу вернусь, про то, что солнце по-разному светит, да, то есть в разных частях света. Знаете, например, действительно там в Саудовской Аравии больше солнца, чем в России, например. Давайте пытаемся оценить, вот, собственно, во сколько раз его больше. Вот во сколько раз больше солнца в Саудовской Аравии, чем в России. Вот как вы думаете по порядку цифры? Это какая будет цифра? Количество фотонов, которые прилетят там на квадратный метр поверхности за год. Ну, вот это, нет, это может быть действительно сложно оценить вот прямо сейчас здесь там на коленке, да, условно говоря. Но если вы наберете в Гугле, например, такие слова, как insulation map, то есть который вам просто весь земной шар разрисует в разные цвета по количеству энергии, по количеству солнечной энергии, которая падает на квадратный метр поверхности. И вот выяснится, что разница между самыми солнечными местами и менее солнечными местами, ну, здесь правильные цифры назывались, будет там 2-3 раза. Вот разница между, я даже скажу конкретно цифру, в Саудовской Аравии на квадратный метр за год, давайте говорить так, в день на квадратный метр падает примерно 6-7 киловатт-часов энергия. В России, в Москве эта цифра будет примерно 3-3 киловатта-часа. То есть вопрос, является ли солнечная панель более продуктивной в Саудовской Аравии, чем в Москве? Да, является, безусловно. Но если у нас изначально малоц было вот такой, то есть если, в принципе, изначально энергии очень много, то мы можем позволить себе в 2 раза меньше КПД вырабатывать даже в наших широтах. Компания Хевилл, которая Чубакса, она вообще чем-то добилась? Давайте, чтобы в политику не вдаваться, я скажу, что компания Хевилл является примером того, о чем я говорил на этом слайде, с одной поправкой. Вот это вот вторая группа компаний, которые как бы новые игроки на этом рынке. Для тех, кто не знает, это компания, в которую производство солнечных батарей, панелей, в которую проинвестировал господин Виксельберг какое-то время назад. И потом выяснилось, что вот та технология, которую они купили, и те продукты, которые они купили, они вот… И вся эта история является примером вот, собственно, вот этого пункта. И как бы в свободном мире, где там лучшие технологии получают рыночную долю, эта технология не имела бы рыночной доли. То, что произошло в России, в России по факту через госгарантии и так далее, я детали, если честно, не знаю, через госучастие были обеспечены какие-то преференции конкретно этой технологии, этой компании. По сути произошла, как это называется, экспроприация, приватизация потерь, нет, наоборот, национализация потерь. Вот что произошло. Произошла национализация потерь. В Европе не было преференции? Очень хороший вопрос. Да, в Европе преференции были. Поэтому я крайне призываю всех не считать, например, Германию, то есть чемпиона по субсидированию зеленой энергетики за последние 10 лет, каким-то образцом, и что, собственно, вот ровно так должно быть. И что все остальные страны повторят судьбу Германии. Вот если бы мы с вами встречались 10 лет назад, я бы сказал, что… То есть вот сейчас я покажу картинку, в которой полезно смотреть на все это. Вот 10 лет назад, допустим, мы бы жили в этой парадигме, условно говоря. То есть есть какие-то там зеленые источники, и они были бы неэкономически оправданными. И мы бы с вами рассуждали, а нужно ли заниматься экономически нецельсообразными источниками энергии, и как аргументы за приводили бы их экологичность, улучшение экологической обстановки. Говорили бы про… Соответственно, мы встали бы на позицию немцев, мы говорили бы про диверсификацию источников поставки, про уменьшение зависимости от ужасной России, российского газа и так далее. Вот это аргументы, которые проводились бы 10 лет назад, потому что экономического аргумента тогда не было. Да, мы можем сказать, что если бы не инвестирование, в том числе немцами, в R&D, которое, собственно, и позволило вот дальше продолжать снижаться этому оранжевенькой полоске, то, может быть, ничего бы не случилось. Ну, вернее, случилось бы, но, может быть, там позже, нежели чем раньше. Но сегодня, сегодня – это совершенно не история про субсидии. Сегодня, да, вот когда мы находимся в правой части этой картинки, то есть на пересечении синенькой и оранжевенькой полоски, забудем про субсидии. Это то, что двигало прогресс в индустрии 10 лет назад. И на сегодня это больше не так. И это очень важно, кстати, да, что вот, не знаю, может быть, когда вы услышали про эту лекцию, услышали про эту тему, и там, не знаю, услышали слово «солнечная панель», может быть, вы не были там слишком взволнованы, потому что вы могли сказать, что я про это слышал 10 лет назад, я про это слышал и там, и 20 лет назад. То есть, собственно, в чем новость? Что если это не заработало за 20 лет, то, ну, собственно, может быть, это не заработает. А вот я как раз показываю ровно то, что изменилось. И экономическая целесообразность – это то, после чего случается… То есть, если в капиталистической экономике показать прибыль, больше ничего делать не надо. Это все будет саморазвиваться вот с теми экспоненциальными темпами, которые мы видели на другом графике. КОНЕЦ Продолжение следует...